Добрый вечер. О событиях уходящего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Приками продолжает штормить. После короткого затишья регион накроет второй волной снежного циклона. Каждый день нам обещало, что тур будет оплачен. Над турфирмой «Сан Дэй» сгущаются тучи, впереди суды которых ждут около сотни обманутых клиентов. Главным инструментом в этом новом взгляде будет свет. Кризис как море возможностей. В художественной галерее серия познавательно-благотворительных проектов. Прикамье продолжает штормить. Утром резкое ухудшение погодных условий привело к перебоям в электроснабжении в 55 населенных пунктах 10 районов края. Причиной отключения электричества стали падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов. По данным Краевого управления МЧС, без света осталось более 10 тысяч человек, 2800 частных жилых домов, 20 социально значимых объектов. Уреждения ликвидирует 29 бригад энергетиков. Информацию о ходе восстановительных работ можно получить по единому телефонному номеру МРСК «Урала». Он на ваших экранах. Звонок бесплатный. МЧС, между тем, рекомендует. При скачках напряжения в электрической сети или его отключения немедленно обесточьте все электробытовые приборы. Выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Синоптики прогнозируют, что 9 декабря метель прекратится, столбик термометра опустится чуть ниже нуля. А 10 числа при Каме ждет новая порция осадков в виде снега, переходящего в дождь, и очередная оттепель. Количество осадков по северным и восточным районам может превысить норму в три раза. Ожидается, что только за 8-9 декабря по северу и востоку края их выпадет до 30 мм. Угроза сильного налипания мокрого снега на провода и деревья сохраняется. Температурные колебания от плюса к минусу привели к тому, что многие тротуары в Перми напоминают ледовое полотно для керлинга. Но в отличие от этого безопасного вида спорта, передвижение по скользким пешеходным дорожкам чревато получением тяжелых травм. Упасть можно даже на подходе к лечебным учреждениям. Продолжит Александра Михеева. В конце ноября падение на скользком тротуаре в районе перекрестка улиц Куйбышева и Коминтерна обернулось для Татьяны Михайловны серьезным переломом со смещением. Теперь она ходит на прием в пятую поликлинику, что на Куйбышева 111. По дороге от остановки к медучреждению женщина боится получить еще одну травму. По дороге можно в поликлинику упасть и сломать или ногу ее руку. Точно так же, как я по Куйбышево, где осинский хлеб, упала, сломала руку. Уже третью неделю на больничном. Не чистище. Хотя вот несколько дней назад ее посыпали, но лед не убрали. Ступать на скользкую дорожку вынуждены все пациенты, приезжающие в поликлинику на автобусе. Удержать равновесие здесь непросто даже тем, кто прочно стоит на обеих ногах. Валентина Николаевна несколько раз в год проходит в поликлинике курс лечения. Зимой она предпочитает брать с собой палочку. Весной, осенью грязь непролазная. Зимой снегопады, не расчищается дорожка. Невозможно пройти. А люди тут ходят, инвалиды, с палочками, с костылями, так как здесь есть ортопедическое отделение и травматологическое отделение. Писала запрос в администрацию, но ответ пришел такой, что за эту территорию отвечает такая-то организация и обращаться надо туда. С тех пор прошел год, а проблема остается нерешенной, констатирует печальный факт Валентина Николаевна. Ситуацию мы попросили прокомментировать специалистов администрации Свердловского района. И выяснили, что подрядчики, закрепленные за территорией, могут меняться. Но заказчикам, чтобы не случилось, остается муниципальное казенное учреждение благоустройства Свердловского района. С него и спрос. В благоустройстве пообещали привести тротуар в нормативное состояние к утру ближайшей среды. Если еще будут жалобы на работу данного учреждения, то к ним будут применены сначала предписания о устранении данной ситуации. Если вывода сделаны не будут, значит будут применяться штрафные санкции в виде оформления административного протокола. Этот же алгоритм воздействия на подрядчиков работает и в других районах города. Александра Михеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГУФСИН России по Пермскому краю Александра Соколова, его зама Олега Бабенко и знакомого им коммерсанта Владимира Махового. Напомним, по данным следствия, с 2008 по 2014 год вышеупомянутая трио получила от одного жителя столицы 300 тысяч долларов за обеспечение безопасности. Будучи потерпевшим по уголовному делу, он получал угрозу от имени осужденного, отбывающего длительный срок в одном из исправительных учреждений Прикамья. В действительности указанные лица вместе ввели в заблуждение предпринимателя, поскольку они не желали и не собирались выполнять каких-либо действий в его пользу, а денежные средства присвоили. Преступную схему вскрыли оперативники ФСБ. Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу. Бабенко и Соколов содержатся под стражей, Маховой находится под подпиской о невыезде. По следам «Саламандры» в Перми очередная турфирма обманула своих клиентов, не отправив их в путешествие. Масштабы еще более серьезные, чем у компании «Саламандры», о которой мы рассказывали в предыдущих выпусках ТСН. Пострадавших от деятельности турфирмы «Сандэй» около 100 человек ущерб почти 6 миллионов рублей. Впереди суды. Продолжит Евгений Гуляев. Эльвира Залогина 15 июля приобрела путевки на 4-х человек в турагентстве «Сандэй», тогда еще не запрещенную Турцию. Вылет должен был состояться 5 августа. Уже собрали чемоданы, но отправиться на солнечное побережье так и не удалось. Как оказалось, тур не оплачен. Мы ежедневно с 3-го числа по 7-е число ходили в агентство и просили, чтобы нам предоставили документы. И она каждый день нам обещала, что тур будет оплачен, что потерпите, сегодня кто-то должен следующий тур оплатить на позднее число, и мы вас отправим. Может быть, дату перенесем, потерпите. И вот до 8-го числа мы все ждали. Директор турфирмы Татьяна Глазырина обещания не сдержала. В итоге ни денег, ни путешествия. Эльвира обратилась в полицию и только там узнала, что она такая не одна. За весной и лето от обманутых туристов поступило уже 30 заявлений. Число пострадавших перевалило за 100 человек. Общая сумма ущерба составила почти 6 миллионов рублей. Однако полицейская проверка затянулась на месяцы. Люди начали писать во все инстанции, и дело сдвинулось с мертвой точки. Положив на стол все эти бумажки, распечатки с интернета, что я на самом деле это подал, моментально пошло действие. То есть при мне замначальника вызвал начальника следственного дела и дал команду возбудить уголовное дело. Уголовное дело возбудили по статьям «Мошенничество и хищение чужого имущества». В сети интернета и сегодня можно найти сайт так называемого агентства путешествий «Санды», где размещена информация о горящих турах и выгодных предложениях. Правда, последняя публикация датируется 1 августа 2015 года. Кроме этого, есть и контактная информация. Это адрес офиса, который, кстати, на сегодняшний день уже закрыт, и телефоны для связи. По словам пострадавших, компания «Санды» тогда же, в августе, еще в одной ситуации предстала в неприглядном свете. Несколько детей из Перми через эту турфирму поехали отдыхать в один из лагерей Анапы. Но билеты на обратный путь организация для них не приобрела. Кашу пришлось расхлебывать директору детского лагеря. Дети отдохнули, все нормально, как бы приехали. Директор ей звонит, она ему отписывает, что оплачу, оплачу. Он обманывает, естественно. На директора, естественно, тама прижали. Ему пришлось аудио Q7 продать, заплатить за этих детей самому. Ну, приехал он сюда, в Пермь, оттуда с Анапы. Ее искал, не нашел. Все эти истории с Сандой очень напоминают ситуацию вокруг еще одной пермской турфирмы «Саламандра». Ее руководитель Наталья Киврина, минувшая весной и летом, собрала деньги с трех десятков человек, так и не отправив их в путешествие. Ущерб полтора миллиона рублей. Уголовное дело возбудили, только вот до суда материалы объединенного производства не могут дойти уже полгода. В своем комментарии полицейские предельно лаконичны. В настоящее время по уголовному делу сотрудниками полиции отдела Мотовеликинского района города Перми проводятся все необходимые следственные мероприятия. Первое судебное заседание по делу турфирмы «Сандой» состоится 14 декабря. Начало в 10 утра. Редакция ТСН будет следить за развитием событий. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей. Обещанного три года ждать. Более половины квартир в доме Покарпинского 5 признаны непригодными для проживания. Но провести капитальный ремонт в здании планируют не ранее 2018 года. Жители двухэтажки боятся за свои жизни. После недавнего взрыва газа в доме напротив их жилище проявляет пугающую активность. Репортаж Елены Иговцевой. После взрыва на Карпинске, вот все слышали, наверное, у нас пошло воду. Все посыпалось. Удар взрывной волны. Кусок штукатурки над детской кроваткой обрушился, когда в доме напротив прогремел взрыв. И это было лишь начало. Несколько дней спустя в углу полностью обнажилась деревянная драмка. По потолку пошли глубокие трещины, провисло деревянное перекрытие. Люди говорят, и без того ветхое здание ходит ходуном. Я находилась в коридоре, маленький ребенок спал. Захожу у нас тут на полу. Все осыпалось. Трамвай проедет, все трясется. Мелкими сыпется. Соседи элементарно даже. Вчера грецкие орехи они колотили, я спросила, пошла. У нас осколок опять упал. Другие квартиры, а также места общего пользования, санузел и коридор выглядят еще хуже. Согласно документам, двухэтажка построена в 50-х годах прошлого века. И, по словам старожилов, капитального ремонта не видела. Обстановка в доме по Карпинскому опять напоминает декорации к отечественному фильму ужасов. Полусгнившие лестницы, изъеденные жучком перила, закопченные потолки. Складывается впечатление, что порог этого здания никогда не переступала нога работника коммунальной службы. Управляющие компании пояснили, о расселении речь пока не идет. Значит, жить можно. Здание включено в список на капитальный ремонт. Правда, провести его обещают лишь в период с 2018 по 2020 год. И это при том, что большая часть квартир признана непригодными для проживания. Коммунальщики обещают принять меры для обеспечения безопасности. К примеру, установить деревянные подпорки. Все равно, если что-то случится, это все останется, скажем так, нашей совестью. И все претензии будут к нам. Потому что мы за это отвечаем. И, естественно, чтобы вот этого не было, то есть обрушение, чтобы никто не пострадал. Естественно, будем принимать меры. Всего в районе Карпинского 80 подобных домов. Работники, управляющие компанией «Уралмонтажстрой» приняли их на обслуживание всего месяц назад. Поэтому не просят жильцов сообщать о всех коммунальных проблемах по телефону 280-44-71. Или обращаться в офис организации по адресу Льва Толстого, дом 33. Елена Яговцева, Степан Купеляев, Телевизионная служба новостей. Отопительный сезон не для всех. Уже несколько дней в общежитии по Подлесной 13 в микрорайоне Парковой десятки квартир без тепла. По словам жителей дома, отопление у них отключают периодически, причем без объяснения причин. С людьми встретилась Екатерина Леонова. Одевать малыша, укладывая спать, приходится, как на улицу, сетует Галина Первушина. На дворе декабрь, но, по словам женщины, отопление в их общежитии на Подлесной 13 появляется лишь время от времени. Пока температура за окном около нуля спасает обогреватель. А вот что же будет, когда ударят морозы, представить страшно. Чувствую, что у него руки холоднеют, ноги холоднеют, носик холодный. Часто болеем. Наступила зима, и вся уже в отреи холодная. Мы звонили неоднократно, они приходили, что-то делали. Управляющая компания «Водолей» для этого общежития не первая. Но жизнь остается прежней. Люди рассказывают, какого-либо ремонта или, скажем, замены труп они не наблюдали уже около 10 лет, а то и дольше. В результате – постоянные коммунальные коллапсы. Нынешние испытания холодом – одно из самых суровых. Отопления нет, мы сегодня ночью замерзли. Укрывали зима одеялом, чтобы нормально было спать. Такие лаватрии холодные, вообще ни обувь не просушить, ничего. Руководство управляющей компании «Водолей» на наши телефонные звонки так и не ответило. Дозвонились до инженера, который сообщил, что отключить отопление пришлось из-за порыва на внутридомовых сетях. И пообещал, что аварию устранят в ближайшие дни. Екатерина Леонова, Степан Ппеляев, Телевизионная служба новостей. Кризис не как катастрофа, а как новые возможности. В Пермской художественной галерее задумали серию мероприятий, которые помогут собрать средства на нужды учреждения. А также будут весьма познавательны для гаража. В числе таких событий – показ старинных реликвий из фондов галереи. Встреча с хранителями и реставраторами. Благотворительные акции. Подробности у Юлии Зыковой. В буквальном смысле святая святых Пермской художественной галереи, фонда хранения. Сюда имеют доступ только специалисты. Но вскоре об их работе и об экспонатах подробно расскажут горожанам. Здесь хранится одна из главных пермских коллекций – деревянные скульптуры. Всего 450 старинных изваяний, которые в свое время украшали церкви Прикамья. И не только православные. Хранители рассказывают, в собрании есть и католические распятия. Например, эта фигура Христа до революции находилась в Пермском костёле. Многие из этих композиций горожанам ещё не показывали. Но вскоре часть коллекции увидит свет. 17 декабря в галерее откроют выставку неизвестной деревянной скульптуры. Готовить её будут молодые пермские художники и дизайнеры. У них уже есть предварительный замысел. То есть главным инструментом в этом новом взгляде будет свет, необычное освещение, световые решения. Будущая выставка деревянной скульптуры – одно из событий нового проекта галереи под названием «Море возможностей». Предполагается целая серия событий. Например, встречи горожан с хранителями и реставраторами. Они познакомят зрителей с ценными раритетами, которые нуждаются в восстановлении. К примеру, та же деревянная скульптура требует постоянного внимания специалистов. Очистки от пыли и копоти, устранения дефектов. Коллекция большая и не всегда удается обойтись собственными силами. Если это вещи, мы реставрацию заказываем где-то в каких-то мастерских, например, в Ярославле, вот мы сейчас часто пользуемся своими услугами, то, конечно, это дорогостоящее. Это все зависит, конечно, от объема работы, но 300, 400, 500 и выше. Тысяч, да, тысяч рублей. Такие расценки, но это самые-самые простые работы. То есть вокруг галереи сейчас есть атмосфера такого всеобщего сочувствия. Но это пассивные отношения, которые мы хотели бы конвертировать в готовность активного участия в ее жизни. 10 декабря хранители галереи проведут презентацию работ Элия Белютина, одного из самых спорных художников времен Хрущевской оттепели. Выставку организуют на Сибирской, 12. Там же пройдет и благотворительная акция, сбор средств от которой будет направлен в помощь галереи. Юлия Зыкова, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.